сегодня очередное видео для вас весна все стараются поставить ващинку но вопрос стоит такого порядка почему-то не тянут или грызут как сделать ващинку чтобы она была правильно в чем вопрос вот у меня ващинка пачка полтора года пролежала пролежала полтора года и человек достает распечатают а еще новенькая пытается поставить но она за полтора года если можно так сказать покрылась коррозией то есть на ващинке перхоть перхоть вот пожалуйста я хочу показать вам вот тут такого порядка перхоть и пчелы и очень плохо тянут тут посмотрите вот здесь вот вот здесь вот вот это вот видите перхоть вот здесь как вроде мой пробежала вот здесь вот видите но моли там не было она была закрыта вот вот она посмотрите видите здесь здесь с двух сторон проблема но пчеловоды некоторые считают а нормально ставим и все никаких проблем потянут а пчелы тоже хитрые тянуть не хотят что делает некоторые предлагают солнце ну видите сегодня солнце не так сильно чтоб солнце прогрело от погоды зависеть это тоже нехорошо у вас суббота на дворе пасмурно вы хотите поработать поставить ващинку а она у вас старая как правило везде где покупают вот здесь посмотри тоже самое белое вот видно приблизительно да глянь вот видите как она белая белая белыми пятнами пошла вот видите вот белыми пятнами вот она вот это вся эрея вот белыми пятнами здесь здесь вот белые пятна видите она стала стареть перхотью покрываться что требуется для этого ну конечно пчеловоды едут покупают магазин и что делают но ряд ващина плохая а кто вам будет делать ващину сегодня а завтра продавать всю ващину делают в прошлом году делали запасы сделали а в этом году продают она пролежала полгода и может быть не совсем хорошая ну смысле постарела ты что же выкидать нет в магазине не выкидают а продают челуот покупает говорит ну что проблема опять не то взял все ли все то надо чуть-чуть поправить это положение как его поправляют некоторые предлагают чтоб солнце прогревала одну сторону потом другую сторону ну это ждать надо пока солнце прогреет весной погода не везде не во всех регионах хорошая иногда бывает пасмурно иногда холодно а вам нужно подготовить уже корпуса с ващиной а у вас солнца ждете так невыгодно значит предлагают такой вариант это вот электрический фэн которым сушат волосы вот слышно как он гудит включил я вот я покупался волосы посушил нормально все сухой тут его можно настроить на любую температуру что делаем берем и прогреваем не перегреваем так чтобы она не сплавилась а смотрим и она начинает темнеть как говорится белая уходит прогреваем 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 вот белая уходит когда она старая она насквозь не просматривается эта овощина а когда она прогретая она просматривается насквозь прогреть надо все стороны эту сторону и ту сторону надо прогреть но нельзя на одном месте держать она может испугнул как говорится поплавится вы же знаете что это ващина вот прогрели смотрите еще разик где-то что-то не так прогрели вот одна сторона прогрела она прогрета поворачиваем на другую сторону аккуратненько аккуратненько потому что она разогрелась а вот и прогреваем вторую сторону если вы перегреете она может порваться поэтому вы аккуратненько аккуратненько прогреваете вторую сторону вся эта перхоть уйдет выключаем вот теперь надо немножечко подождать чтобы она это самое подойди сюда засними видите она как новенькая получилась просвечивается насквозь вот и запах сразу запах появился ващинки но смотрите она очень нежная и нельзя сильно это самое придавливать и прочее аккуратно откладывать на другую сторону обе стороны про проект вались нормально чистейшая ложим ее на другую сторону это делается аккуратненько ложим ее вот здесь вот себе на это самое все она готова может берем следующую такой же вариант все она правильно запакована но она не просвечивается почему она грубая стала ее не положишь вот посмотрите она какая не просвечивается белые пятна вот везде вот не пахнет она застарела перхотью покрывается особенно вот здесь вот и пчелы не хотят ее брать особенно с этой стороны посмотрите как видно да видно все все нехорошо да она твердая все нормально как бы ну на самом деле вы поставите она будет у вас включаете смотрите на первый блин как говорится город комом ну вы потихонечку и потихонечку прогреваете мало значит добавить и добавить и добавить и но смотрите ну не перегрейте чтобы она вы почувствуете когда вы перегреете она может ну как говорится нехорошего сделаться плохая а так она примет свою форму будет нормально таким образом вы когда ставите уже прогретую ващину она вся перхоть она разогрелась растопилась и запах пчелы конечно реагируют сильно на запах и ващина становится насквозь просвечиваем а очень хорошая проверяем дальше на другую сторону смотрим одна сторона прошла ложим вот так на другую у нас тут вертикальной проволочкой продается ващина вот и поэтому не обязательно горизонтальную натягивать но кое-кто натягивает любит горизонтальную вот таким образом вы хоть помещение хоть на улице погода дождь нет не дождь вы ее прогреете вас больше процентов гарантия что пчелы ее примут и не погрызут понимаете вот это что важно подготовить ващину правильно некоторые привезли с магазина и считают о хорошо все хорошо я привез магазина она там полгода пролежала или год говорит плохая овощина у этого человека плохая овощина так тоже вам будет ее прогревать когда ее порезали и полгода назад вот пожалуйста посмотрите как она смотрится чистенько ни одной это самое не видно видите ровненько как вроде только после вальцов вышло вот насквозь просвечивается на солнце можно глянуть вот просвечивается насквозь ровненько вот такую ващину и запах идет можно сразу ставить на на рамочке но не желательно сразу подождать чтобы она немножко остыла потому что она будет не хорошо себя вести когда вы будете ставить вам неудобно будет оставить поэтому когда вы ее прогрели вот она остыла может час-два и можете делать рамки нет проблем вот так берете еще одну покажу и на этом будем заканчивать вот чтобы убедились как это делается включаете положили не держите на одном месте старайтесь так плавненько водить и она это все просто-напросто вся эта перхоть расплавляется и вощина прозрачная становится очень хорошая приятно любая вощина хоть с проволокой хоть без проволоки она быстренько это самая воспринимает свою форму она не грубая становится мягкая поворачиваем другую сторону чем хорошая этот метод очень быстро в любое время в любую погоду зимой и летом когда вы настраиваете за месяц заранее чтобы поставить вощинку вы ее прогрели всю новая она старая и потом они пчелы не разгрызают ее некоторые на днях был у моего друга погрызли у него по проволоке что такое погрызли разные причины бывают одна из причин это то что вощина старая как говорится а есть еще причина такого порядка что взятка нет то же самое сейчас посмотрим как она получилась а вот на солнышко как раз солнышко вот посмотрите просвечивается просвечивается просто как свальцов вышла прекрасно но она теплая теплая она может порваться и и так сказать надо ложить и запах нормальный вот такая вот работа с вощиной им подождали пока ващина остыла сейчас мы посмотрим разницу то овощина которая прогрета это ващина который не прогрета обратите сюда внимание вот посмотри вот это ващина прогрета видите она практически просвечивается насквозь это ващина белая не прогрета видите она совсем другого тона и поэтому такую ващину пчелы не желают тянуть вот в чем заключается разница она сразу чистенькая становится просматривается насквозь а эту посмотрите ежели сейчас посмотрим сейчас я ее достану она совсем другого склада вот она совсем другого склада вот даже вот здесь она видно что она совсем другого цвета как говорится белого как говорится белого цвета вот поэтому если вы будете прогревать у вас будет более приемлемая ващина удачи вам подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы и удачи вам с постановкой свежей ващины и оттяжка новых сотов до встречи